Здравствуйте. Алло, добрый день, Михаил. У меня коротко два вопроса. Михаил Амин Грозный. Алло. Я слушаю вас. Смотрите, Михаил, у нас не стоит где-то далеко за 100. Говорят, что бюджет вырезается. Что будет, если не... Упадет, скажем. Да как это будет? Знаете, я боюсь, что не получится. Вы пропадаете, и я... Михаил, Михаил, смотрите. Теперь слышно меня, пожалуйста. Вот так слышно, да. Михаил, ну второй вопрос. А что будет, если после сирийского кризиса, если, конечно, там, угомонится, проложат колоссальные залежи газа, если они протянуть... Вы знаете, на самом деле, ни нефть, ни газ на экономику мировую и их стоимость принципиального влияния не оказывает. Она оказывает влияние на перераспределение денег, а на собственное развитие экономики не оказывает. Сколько бы газ не стоил или нефть, 20 долларов за баррель или 150 долларов за баррель, экономический кризис от этого никуда не денется. Вопрос только в том, соответственно, как он будет перераспределен между разными странами. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Кирилл. Вот мне, когда задавал уже этот вопрос, а может быть, что-то изменилось. Вот все-таки, может быть, пора принять решение о том, чтобы нам собственные ресурсы продавать за национальную валюту, тем самым... Нет, это невозможно, потому что у нас не существует сегодня финансовой системы, рублевой, и тем самым нет возможности инфраструктурно сделать такую вещь. Об этом говорилось лет пять тому назад, и довольно быстро стало понятно, что мы этого сделать не можем. Это, разумеется, следствие политики у либералов, задачу которой входило сделать нас частью долларовой системой, а не создавать альтернативу. Я думаю, что, собственно, вот эту вот задачу и нужно решать, но сделать это можно только путем развития таможенного союза, превращения его в единое экономическое пространство, и потом создание на этой базе единого валютно-финансового центра, у которого будет своя валюта и свой эмиссионный центр, и тогда можно будет продавать нефть за эту валюту. Тут только так, не как иначе. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Я хотела бы спросить. Вот сейчас растут цены на нефть, и растет доллар. Хотя, по сути, в нефтяных долларов у нас многое, он должен как бы падать. И вот почему? И вот ваш прогноз. Если будет удар по сирии, то, естественно, цены на нефть вырастут, и вырастет ли намного доллара или нет. Спасибо. Ну, вы знаете, на самом деле сильных изменений быть не может, потому что увеличивать сильно доллар Соединенные Штаты Америки не могут по себе позволить. Вообще, при нынешнем состоянии мировой финансовой системы устраивать резкие движения крупных валют, таких как доллар, евро, а иена японская, это просто невозможно и очень опасно. Так что я думаю, что все-таки до этого дела не дойдет. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Вот такой вопрос. Некоторое время назад вы сказали, что у нас нет нормальной модели нашей экономики, но все-таки она нужна, чтобы принимать решение по тем, куда вкладывать деньги. Но лучшим образом надо как-то оценивать риски. И вот, в общем, кто будет создавать эту модель, если у высшего руководства нет заказа на нее? То есть тут какая-то самодеятельность возможна, вот ученых там. А кто вам сказал, что заказ не появится? Они же тоже, в общем, нуждаются в том, чтобы сохранить свои возможности, свою власть и еще там что-то. Они же прекрасно понимают, что под ними уже кресло выкачается. Так что все не так-то просто. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, вот союз таможенных с Арменией и Россией, какая эффективность здесь? И есть ли перспективы Грузии вступления в этот союз? Ну, если говорить о Грузии, то там должны быть политические решения, хотя экономически, куда ей деваться, поскольку абсолютно очевидно, что Грузия, если она хочет сохранить хотя бы минимальные жизни на уровне населения, должна продавать свои товары и услуги на север, а больше ей продавать некуда. То есть в таможенный союз. Что касается Армении, то экономически это, конечно, очень маленькая страна, но зато это очень большая страна политически, потому что армянская диаспора, она очень крупная. И нужно понимать, что если Армения объявила о вступлении в таможенный союз, это совместное решение всей армянской диаспоры. А это очень серьезные силы в мире. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Скажите, прокомментируйте, пожалуйста, назначение Голиковой на должность народного контроля. Спасибо. Ну, я не могу это комментировать. Здесь я как бы отношусь не очень позитивно к Голиковой в силу ее работы в Минздраве. То, что она там устроила, это, конечно, ни в какие повороты налезет. Опять же, ее муж, господин Христенко, известен тем, что он активно топит таможенный союз. Ну, тут-то понятно. Христенко — это вплоть от поти человек от Чубайса. Но что касается непосредственной работы, я даже не исключаю, что Голикова может оказаться на этом посту с точки зрения интересов, скажем, Путина вполне себе осмысленным человеком. Потому что она, в общем, замминистром финансов была не то чтобы плохим, а таким вполне себе адекватным. Так что вот такая штука. Я по этой причине здесь не стал говорить, что это очень плохо. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.